Особенности украинской экономики. Есть ли перспектива выйти на развитие? Об этом сегодня в программе отражения у нас в гостях советник премьер-министра Украины, заслуженный экономист Украины Александр Кирш. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас принято все неудачи экономики списывать больше на войну, которая продолжается в восточных областях Украины. Но вот опросы, которые проводятся, свидетельствуют о том, что около 50% опрошенных руководителей предприятий не связывают ухудшение экономической ситуации в Украине исключительно с дестабилизацией на востоке Украины. А с чем вы связываете? Все понемножку. В значительной степени, конечно, война. В значительной степени нужно учитывать, что все золотовалютные резервы, почти все, были использованы попередниками, то есть предшественниками, бандитской властью. И, безусловно, тоже нельзя не учитывать. Ну и кроме того, есть же мировой кризис, который так или иначе откликается в Украине. И, безусловно, есть наша внутренняя безалаберность. Вот все это вместе, война, безалаберность, мировой кризис и предшественники, все это приводит к тому, что, в общем-то, экономика Украины проявляет удивительную жизнеспособность. Потому что, если говорить материалистически, только о материалистических предпосылках, то давно уже должна была сгинуть, а она каким-то чудом держится. То есть, сколько они воруют, сколько они воюют, а она все равно держится. Просто на удивление жизнеспособная система. Я постоянно говорю, если бы в Швейцарии была такая банковская паника, как у нас, Швейцария бы не выдержала, а наша выдерживает. Видимо, в основном, благодаря теневой части, благодаря тому, что часть спрятана в тени, и на нее варварское налогообложение не распространяется. Без тени мы бы с кризисом никак не справились, с войной тем более. А так, поскольку часть в тени, то еще держимся, еще немножко на плаву. Так что вы за то, чтобы оставлять все-таки теневой сектор в стране? А тут одно из двух. Либо совершенство законодательства, и тогда тени не будет, потому что в нормальной стране, при нормальных условиях, все налоги платят за естественным образом. Или если законодательство будет неестественное такое, как сейчас, сверхзапутанное действует задним числом, разъяснения налоговые опровергают законы, все другу противоречит. И соблюсти нельзя при всем желании, потому что так запутали, и так запротиворечили. Что в таком случае, когда кодекс не рассчитан на его буквальное применение, единственный выход – это тень. Или менять закон, или быть теней третьего не дано. Ну а что конкретно вы советуете премьер-министру поменять в нынешней ситуации в законах, чтобы экономика работала на развитии? Знаете, в советское время был такой анекдот про слесаря сантехника, который, не подумав, что сказал, заявил, надо менять всю систему. Так вот, премьер-министру я бы с удовольствием посоветовал, что поменять нужно всю систему. Но поскольку я советник только в области налогообложения, то в части налогов, так чтобы не касаться монетарной политики и всего прочего, чем заведует НБУ, я бы посоветовал в первую очередь упрощение, которое и происходит, но происходит в значительно меньшей степени, чем должно происходить. Упрощение, прозрачность, минимум коррупции, убрать из кодекса коррупционные пункты, которые явно рассчитаны на коррупцию, в частности о том, что налоговое расстояние носит индивидуальный характер, если не являются обобщающими. Ну и, конечно, я бы ему посоветовал не заваривать новую кашу со спецсчетами, которые кто-то другой ему посоветовал. И, к сожалению, власть пошла по пути введения НДСных спецсчетов. С первого ныря это очень большой проблемой станет для предприятий. Нам надо решать накопленные проблемы через упрощение, а не создавать новые, вроде НДСных спецсчетов, которые проблему возмещения все равно не решат, а только породят, отвлекание, отвлечение оборотных средств из того, к чему предприятия уже привыкли. Вот поступил НДС, и предприятием распоряжается как угодно, пока этот НДС не нужно платить поставщикам или в бюджет. А тут этого НДС предприятие и не увидит, оно сразу будет на казачейском счете. Безусловно, это отвлечение оборотных средств, это очень большая и очень серьезная проблема. И нужно сначала подумать, чем потом вводить, а потом отменить все равно придется, но уже через набитые шишки. Как вы считаете, вот на кого нужно ориентироваться больше государству? На крупных плательщиков налогов, на средний и малый бизнес или просто на людей? На всех нужно ориентироваться. Ну, кому-то приоритет все-таки нужно отдать. А вот сейчас скажу, чтобы здесь не запутаться с приоритетами. Потому что, когда думают, кого поддерживать экспортеров или импортеров, душат в конечном итоге и тех, и других. Когда держат курс гривни зубами, то тем самым мешают экспортерам, делая невозможен экспорт. А когда зубы не выдержат и курс все-таки обрушивается, то тогда обрушивается уже и импорт. Поэтому, когда начинаются эти рассуждения, кому сделать хуже, то в конечном итоге хуже делают всем. В данном случае точно так же. То есть, здесь Родина лучше всего поступала, если бы не мешала. Уже не стоит разговор о том, не идет речь о том, чтобы помогала. Вот хотя бы не мешала. Понимаете, крупный бизнес, конечно, он должен давать налоги. И если мы говорим о налогообложении, то, конечно, бюджет должен наполняться средствами крупных предприятий. Но по жизни сейчас крупные предприятия большие только по объемам. Большие у них цифры. А с каким знаком, ничего не понятно. То ли плюс, то ли минус. И, конечно, те предприятия, у которых колоссальный минус, которые они научились показывать через офшоры и прочие криминальные схемы, приводит к тому, что крупные предприятия имеют меньшую налоговую нагрузку, чем малый и средний бизнес. То есть, там нагрузка полпроцента нормальная, нагрузка полтора процента считается вообще гигантская. А единоложники потихонечку платят 3 или 5 процентов. Понимаете, а иногда и 7. То есть, на единоложников больше в процентах налоговая нагрузка. Кроме того, они обеспечивают занятость, они обеспечивают дешевые товары. Потому что на едином налоге можно создавать дешевые товары. Там все просто, все прозраще, налогообложение не доканывает. Отдали свои 5 процентов и все. И нужно сказать, что система налогообложения, которая вообще действует для предприятий, для больших, для нормальных, так называемых, она их стимулирует повышать материаломкость, снижать зарплату. Потому что, чтобы потратить гривну на материалы, то гривни нужно потратить. А чтобы потратить гривню на зарплату, фирма должна потратить 2 гривни. Поэтому ей не выгодно платить зарплату, а выгодно покупать дешевое, оплачивать прошлый труд в результате. Поскольку они хотят купить чужое, купить готовое. И дешевое, но главное, что уже готовое, а не самими сделанное. То в этом случае получается, что когда крупное предприятие, или даже более-менее не такое крупное, но что-то покупает чужое или что-то изготавливает, им не выгодно платить зарплату, потому что только половина останется собственно на зарплату, остальное идет на налоги. А выгодно тратить деньги на товары или на материалы, в результате удельный вес зарплаты в ценах падает. А раз падает удельный вес зарплаты в ценах, то цены растут быстрее, чем зарплаты. То есть народ нищает. Чтобы народ не нищал, зарплаты должны расти так же, как и цены. Для этого должен повышаться удельный вес зарплаты. А для этого нельзя ориентироваться на сегодняшнюю систему налогообложения, при которой зарплаты платить невыгодно. А вот на едином налоге, что на материалы, что на зарплаты, затраты примерно равные, и поэтому именно един налог дает возможность не только снижать цены, благодаря простоте и тому, что вот это отдали, все остальное понятно, остается нам, но и благодаря тому, что есть смысл тратить деньги на оплату. Понимаете? Предприниматель может вынимать эти деньги живые, не обложенные фактически 100% снаружи, как это бывает с каждой гривней, пошедшей на зарплату. Потому что, смотрите, на общей системе, чтобы заплатить чистыми 85% после подоходного, даже там 83% остается, потому что еще есть соцстрахи, внутренние удержания. Снаружи 35%, это уже 135%. На все на это НДС 20% на 135% это 27%. 135 плюс 27% уже 162%, а чистыми остается 83%. Понимаете? То есть где-то половина. У единоложников все проще, 5% заплатил и все твое, поэтому есть смысл расходовать деньги и на оплату. Понимаете? На больших предприятиях это невозможно. Поэтому единолог это основа и дешевых товаров, и высокого удельного веса оплаты предпринимательской активности, оплаты труда в цене. То есть если мы хотим повышать уровень жизни, повышать зарплату, чтобы уровень оплаты, уровень жизни рос так же, как растут цены, а желательно еще и быстрее, только единолог. Другой дороги нет. Но на это правительство говорит, всех перевести не можем, мы идем в Европу, поэтому для всех налога с оборота не будет. Но по крайней мере, единый налог можно до 20 миллионов. Ну что ж, до 20 миллионов, значит остальные должны дробиться, чтобы вписаться до 20 миллионов, что уже многие делают. И тогда у них система становится ясной, понятной, обеспечивая рост уровня жизни и при этом еще и большую налоговую нагрузку, чем нормальные так называемые предприятия, когда все уходит в офшоры. Ну а если говорить о простых людях, которые платят... Занятость, дешевые товары, это то, что важно простым людям. Простые люди хотят покупать дешевые товары, их продадут единоналожники, а не гиганты. Простые люди хотят, чтобы была занятость, ее обеспечивают в первую очередь единоналожники, то есть те, кому выгодно производить свое, а не покупать чужое. Понимаете? Это выгодно только при едином налоге. Но они же еще платят и тоже налоги, да, на работе, соответственно, и плюс, когда идут магазины, тоже платят НДС. А в магазине еще и повторное НДС. НДС это вообще безобразие. С той же самой уже обложенной налогом зарплатой. Уже эта зарплата всем чем угодно обложилась, чтобы 83 получить, нужно 162, чтобы предприятие потеряло. То есть уже 100% снаружи ушло. И, наконец, когда человек получил эту зарплату, идет в магазин, а он там, чтобы купить что-то за 20 гривен, должен заплатить еще 4 НДС. Чтобы получилось 24 вместо 20. Ну вот что вы предлагаете с этим делать? То есть мало того, что и так он уже все заплатил, так еще и покупай, он еще раз платит эти проклятые косвенные налоги. Ну, не место НДСу в Украине. Ответ Родины тот же самый. Мы идем в Европу, в Европе принят НДС. Хотя в Америке его нет, в Японии его почти нет. Ну вот Родина без НДСа не может, хотя он работает в другую сторону. Понимаете, в нормальных странах НДС работает на бюджет. У нас он в значительной части работает и из бюджета на левые фирмы, которые созданы, чтобы выкачать НДС. Все президенты говорят, что НДС самый коррупционный налог. Здесь ключевое слово «самый». То есть все коррупционные, но НДС самый коррупционный. И все равно его оставляют, Европа требует. Ну, с Европой не поспоришь, другой дороги нет, поэтому вынуждены сохранять НДС. Но, опять же, единоналожники могут быть и без НДС, у них есть выбор, либо 5% без НДС, либо 3% плюс НДС. И тут единоналожники уже считают, если они реализуют продукцию плательщикам НДС, продают 3% плюс НДС по системе действует. Если, значит, они больше продают физическим лицам или не плательщикам НДС, то такому единоналожнику выгодно быть на схеме 5% без НДС. То есть, опять же, на единоналожнике есть возможность выбора. Ведь сколько преимуществ, и большая налоговая нагрузка, и занятость, и дешевые товары. Ну, все говорит о том, что для нашей ментальности, для нашей страны единоналог сейчас необходим. Понимаете, вот когда в базе обложения появляется что-то вычитаемое, то мы уже наблатыкались в это вычитаемое, запихивают все, что угодно. Налог на прибыль, ага, значит, вычитаются какие-то затраты. Мы туда в затраты запихнем все, что угодно. Если кто-то не умеет, их научат такие специалисты, как я. Понимаете, добавленная стоимость, значит, и не добавленная стоимость, значит, какой-то налоговый кредит, который вычитается из базы налогового обложения. И туда, опять же, все, что угодно. А единый налог, вот то, что попало под единый налог, а это весь оборот. Оно уже облагается, никуда от этого не деться. То есть, нет вычитаемого. Ничего предприятия за это согласны. Предприятиям не главное нахимичить, чтобы ничего не заплатить. Предприятиям главная ясность. Вот 5% пусть от всего оборота, но вот лишь бы 5% и не меняют задним числом. И все. И за то, что нет риска штрафов, постоянных проверок, за то, что все просто и прозрачно, они готовы даже платить 10 раз больше, чем нормальные предприятия, которые имеют реальную нагрузку полпроцента. Понимаете? А эти наложники имеют 5%. Только отстаньте от нас, мы готовы платить 10 раз больше других, лишь бы нам было проще. Понимаете? И за простоту они больше платят. Да, если кого-то наймут, там будут и другие налоги. Но, с другой стороны, предпринимателю никто не мешает нанять такого же предпринимателя, который платит те же самые 5%, и получается все нормально. И нет той мутной воды, понимаете, в которой налоговая инспекция любит ловить свою рыбку. Видимо, поэтому они иронически относятся к единому логу. Да, все хорошо, все просто, а мутной водички нету, где их налоговая рыбка. Поэтому не любят единоложников за то, что слишком все просто. Слишком все понятно. Сейчас, если верить нашим властям, то одной из частей диверсионной вот этой всей авантюры Путина является доведение экономики Украины до краха в том числе. Что вы считаете необходимо сделать, чтобы этого не произошло? Не дать довести до краха? Пока мы частично в тени, а частичная генемология, краха не будет. Как бы Путин ни старался. Как в известном анекдоте, пока у нас бардак, ничего у наших врагов не выйдет. Но если говорить более серьезно, то надо, конечно, совершать законодательство, чтобы экономика Украины выживала не за счет теневого сектора, а чтобы законодательство обеспечивало нормальные условия. Кодекс слишком большой, слишком толстый, слишком в нем много налогов. Сейчас пошли по пути сокращения. Я считаю, что там можно посокращать больше. Я об этом пишу, но вы понимаете, моя переписка с премьер-министром носит односторонний характер. То есть я пишу, не рассчитывая на ответ. Но зато в некоторых постановлениях, в некоторых законопроектах я чувствую отзвуки того, что я пишу. То есть даром не пропадает. Вы говорите, вы понимаете, нет, я не понимаю. На самом деле считаю, что должен быть ответ. Нет, понимаете, если премьер-министр будет отвечать каждому советнику, то у него на это уйдет все время. То есть меня вполне удовлетворяет, что ответ мне от правительства идет в виде законопроектов и в виде постановлений. Это реальный ответ. То есть это не отписка, мы учтем ваши пожелания в ближайшем, как у нас и так умеют. А это реальный учет. Хорошо, может быть тогда конкретно какие ваши идеи уже пытаются воплотить в эти законопроекты? Ну, в частности, в отношении постановления по газотранспортной системе уходит возможность приватизации газотранспортных сетей фактически без вложения денег. Вот эта вот бандитская система Фиртеша с учетом новых постановлений, в том числе и благодаря ему, что я писал, уже становится все более и более невозможной. Кроме того, когда мы говорим об упрощении налогообложения, я там явно вижу свои аргументы и их воплощение. Кроме того, Родина пообещала и в лице министра финансов, и в лице главы налоговой все-таки убрать индивидуальное налоговое разъяснение, чтобы не было действия сегодняшнего принципа налогового кодекса. Не вы это разъяснение покупали, не вам его и танцевать. И здесь тоже напрямую идет, исходя из того, что я писал. Вот хочу все-таки дождаться реакции на все, что написал против спецсчетов, чтобы спецсчета носили чисто контрольный характер, чтобы их функция была чисто контрольной, но чтобы не было такого, что с обычного счета НДС на счет пополнить можно, а обратно нельзя. Обратно нельзя. Это беспредел, предприятие становится без денег. Может быть, кто-то подумает, ну подумаешь, уйдет одна шестая. Понимаете, вот представьте, что от человека ушла одна шестая. Голова. Все, он уже не человек. Или из выручки ушла одна шестая. Как раз прибыль. Все, остальное уже не важно. Раз нет прибыли и куска зарплаты, уже остальная выручка для предприятия не имеет смысла, но себе в убыток работать не будет. Поэтому отнять одну шестую из оборотов это очень много, что в конечном итоге приведет к нежиснеспособности предприятия, и сама Родина это почувствовать, недополучив с этого предприятия налоги, чуть позже. Кроме того, пострадают те, кому она поставляла товар, то есть покупатели, если это не физические лица предприятия. Значит, и они потихонечку рухнут. Тем более, что спецсчета будут и у них. Здесь может быть совершенно жуткая цепная реакция. Взять и все предприятия лишить одной шестой оборотных средств, с которым они уже привыкли. Ну, я думаю, что эта ошибка будет, конечно, исправлена, но желательно до, а не после. Но если премьер-министр к вам все-таки прислушивается, зачем вы тогда идете на выборы в Верховную Раду? По сути, ваши идеи уже воплощаются в жизнь. Чтобы влиять со всех сторон и на исполнительную власть, и как часть законодательная. Я понимаю, что есть партийная дисциплина и что Народный фронт будет голосовать весь вместе. Но у меня есть возможность как одному из немногих экономистов в этой команде формировать экономическую позицию всей фракции. Я иду не только для того, чтобы голосовать, а и для того, чтобы формировать позицию фракции. То есть рассчитывая, что у тех законопроектов, которые действительно достойны одобрения депутатами, будет в таком случае не один голос, а все голоса фракции. То есть кто-то во фракции должен объяснять, за что есть смысл голосовать, что выгодно стране, а что невыгодно. И если я окажусь в числе тех, а я надеюсь, что это будет, кто рассказывает фракции, какая польза от этих законов, а какая вред, то мой голос будет не один, а это будет реальное влияние на все голоса фракции. Я вспоминаю все время Чечетов в партии регионов. Дирижеров. Даю 150 голосов. Не, дирижер то само собой. Но когда обсуждали законопроекты, какой-то законопроект ему нравился, он сразу говорил, даю 150 голосов. Тогда у партии регионов было 150 мест, и значит он распоряжался как бы сам 150. Ну, не скажу, что по экономическим законопроектам все голоса фракции будут зависеть от меня, но по крайней мере повлиять на общую позицию фракции, которая наверняка будет в Верховной Раде. Вот ради этого я иду. То есть в экономических вопросах у меня фактически будет не один голос, а значительно больше, что между прочим позволит и фактору свершиться другому. То есть это уже фактор распределения денег между регионами. И когда есть депутат, которому он прислушивается, и он как бы занимается продвижением определенного региона, то тогда получается и Харьков на этом тоже сможет заработать, сможет больше получить, чем если у Харькова не будет представителей в финансовом комитете, которых слушает. Поэтому я надеюсь, что и Горбов тоже больше перепадет. У него режиссер подсказывает, что он бы тоже хотел 5% заработать от этого всего. 5% пожалуйста, пусть переходит на единолог. Будет 5%, это в принципе может любой перейти. Но для этого он должен быть предпринимателем. То есть понимаете, не нанятым кем-то, а самим искать того, кто его наймет, иметь свою аппаратуру. И тогда он тоже может быть и тоже как бы в числе тех харьковчан, которые будут, надеюсь, облагодетельствованы новой Верховной Радой, тоже как бы получат свой кусочек. Тут просто понимаете, Харьков не нужно облагодетельствовать чем-то чужим. Благодеянием для Харькова уже будет даже то, если не будут забирать, потому что Харьковская область, это область-донор. Вот Донецкая область, Луганская, Крым, это все были области, получающие деньги больше, чем отдают бюджет. Харьковская область больше отдает бюджет, чем получает. Поэтому благодеянием для Харькова уже будет хотя бы, чтобы Харьков не был донором, он не хочет наживаться на других областях, чтобы хотя бы не забирали в процессе перераспределения. Вот это я обещаю, если стану депутатом, то у Харьковской области забирать не будут. Может быть, даже и наоборот. Насчет оборотов как получится. А что забирать не будут, что должна быть децентрализация, чтобы что Харьков собрал, то в значительной части ему и оставалось, Это обязательно должно быть. Но это проводится только через финансовые комитеты, где я наверняка буду. Ну вот вы обещаете, рассказываете, уточняете, просвещаете, можно сказать. А кто-то из ваших оппонентов раздает просто продуктовые наборы. И вы, я вас видел, даже уже написали в прокуратуру заявление. Почему не поменялась вот эта вот часть жизни предвыборной? То есть все равно продолжают... Люди рассуждают так. Все они воруют, на этот хоть делятся. И голосуют за того, кто как им кажется делится. Понимаете, делиться нужно, если уже они настроены делиться постоянно, а не только перед выборами. Когда делятся перед выборами, это никакой не дележа, это подкуп избирателей. И когда люди клюют, как птички, на гречку, на продукты, на лекарства. Это же кто гречку раздает, кто лекарства, кто во что гораздо, кто что может раздавать, тот и раздает. Понимаете? Ну, это странно для 21 века, для 3-го тысячелетия, когда людей покупают на гречку. Ну, тогда потом не нужно обижаться, что вот у нас вот такая рада. В 3-м тысячелетии людей за гречку, а потом будем говорить, что это наша рада. Ну, вот такая рада, какую мы ее выберем. Значит, если клюем на гречку, то и рада будет с гречкой. Понимаете? Вот, допустим, какая-то фабрика производит лекарства, хозяин может раздавать лекарства. Кто-то там наворвал денег, наворованный день купил гречку, он может раздавать гречку. Я могу раздавать только, понимаете, экономические идеи, но этим бабушек не купишь. Вот. Поэтому мне как бы раздавать нечего, потому что мои идеи нужны ради, нужны государству. Вот. А из них, из их воплощения уже будут вытекать те законы, которые облегчат жизнь каждому харьковчанину и обеспечат занятость. Но это то, что вот так вот сразу не раздашь. Ну, опять же, как я говорю, кто на что учился. Но вот, может быть, у вас уже есть какой-то конкретный законопроект, который вы приготовили к будущей ради? Конечно, конечно, есть. И о распространении единого налога на гораздо большее число предприятий и о сокращении ставок единого налога. Потому что мы считали, единоналожники, еще раз повторю, платят больше. И там можно сокращать ставки для того, чтобы больше народу влилось единоналожники. И тогда больше будут платить не единицы, а десятки, сотни, тысячи. То есть, понимаете, единоналог это сейчас, ну, как бы исключение из правила, а правилом является крупный бизнес. Это не совсем нормально, понимаете? Если уж мы собрались в Европу, крупный бизнес слишком большой, слишком неповоротливый, слишком громоздкий этот бронтозавр, чтобы вписаться в те щели, которые откроют для него Европа. Тут нужно быть более мобильным. И поэтому малый и средний быстрее войдет в Европу. И в Европе удельный вес малого и среднего бизнеса значительно больше, чем в Украине. Поэтому хотят этого большие предприятия или не хотят, им придется дробиться. Разойдем в Европу, то удельный вес крупных предприятий у нас будет столь же невелик, как он невелик в европейских странах. А удельный вес малого и среднего бизнеса будет столь же большим, как он большой в европейских странах. Понимаете, Европа сама по себе уже все меньше и меньше производит. Производится больше в Юго-Восточной Азии. А Европа это или франчайзинг, дает марку, или услуги, или такие товары, которые являются человекоемкими, а не материалоемкими. То есть это не добыча полезных ископаемых изнутри, там уже все вынули, а это вот именно IT-технологии, то есть то, что требует трудовых вложений, интеллектуальных вложений. И Украина рано или поздно пойдет по этому пути все равно. А крупные монстры будут делиться на более мелкие, выпускать какие-то товары народного потребления, которые могут быть в Европе и представлять там конкуренцию местным товарам, потому что большим предприятиям слишком сложно перестраиваться. Сейчас вас послушают работяги на заводах и скажут, а что же, нам тогда без работы что ли оставаться? Нет, как раз тогда и будут настоящие рабочие места, потому что сейчас рабочие места условные. То есть человек просто где-то числится, зарплату получает маленькую, 2-3 тысячи, да и ту не получает, а работает в кредит и ждет, что когда-то с ним рассчитается. А вот когда у нас будет, как в Европе, нормальный механизм, когда предприятия маленькие, но зато им легко поэтому реализовывать свою продукцию, то тогда да, и они почувствуют, что зарплату, оказывается, можно получать и больше, и быстрее. Люди те же самые, которые сейчас работают на крупных предприятиях, просто будут работать на тех предприятиях, которые в более европейских условиях. Нужно же иметь в виду, вот сейчас наш путь Европу очень льготный, мы уже получили право экспортировать, не с таким объемом почин, как раньше, но еще не обязаны импортировать. Поэтому пока только хорошее, пока война, слава богу, Европа помогает и кредиты дает, вот, и в этом помогает тоже. А потом, когда будут условия равноправные с 2016 года, и когда придется не только экспортировать, но и импортировать, гиганты же не выдержат конкуренции, которые не умеют делать такое соотношение цены и качества, как в Европе, чтобы при относительно низкой цене, относительно высокое качество. Гиганты не в состоянии это обеспечивают. Тут нужны будут инвестиции, а инвестиции под гиганта вряд ли, чтобы кто-то дал. Инвестиции будут именно в малый и средний бизнес, поскольку вот в Европе такая сложилась структура. И, видимо, это не случайно, требование времени, что уделен вес малого и среднего бизнеса, должности, а где малый и средний бизнес, там как раз и упрощенные налоги, и единый налог. Так что все складывается одно к одному. И из правительства решения видно это уже. Так а за год мы успеем адаптироваться за этот? Вот. Кто не успеет, тот опоздает. Понимаете, 23-летнего ребенка, в данном случае Украину, бросили посреди реки. Выплывешь, значит молодец. Не выплывешь, значит утонешь. Но Украина-то в целом выплывет, а вот если говорить о конкретных предприятиях, да, кто-то утонет. Надо об этом думать уже сейчас. Да, уже сейчас начали тонуть. Нужно перестраиваться. Нужно перестраиваться, нужно дробиться на более маленькие, на более поворотливые, на более мобильные. Гигантам и монстрам очень сложно. Хотя есть у нас и достаточно крупные предприятия, особенно в пищевой промышленности, которые умеют. Но у нас же еще и гиганты, которым, ой, как будет тяжело. Нет заказа, все, все предприятие стоит. Есть заказ, 10 тысяч человек или 20 тысяч человек имеют работу. Ну, разве это нормально, когда от одного заказа зависит занятость десятков тысяч людей? То есть, конечно, останутся, но им будет все хуже и хуже. И постепенно народ начнет расползаться в более мобильные, с более гарантированной, более своевременной и большей зарплатой. От этого никуда не деться. Что вы предлагаете делать с проверяющими, контролирующими органами? Понимаете, если будет упрощение, то исчезнет там мутная вода, в которой они ловят свою рыбку. То есть, там уже проверять тогда будут только то, что и так лежит на поверхности, и там слишком много не выудишь. Другое дело, что нужно иметь в виду те проблемы, которые параллельно возникнут. Загонодательство упростилось, все стало легко и хорошо, а куда девать народ? И не только проверяющих, бухгалтеров тоже. Вот здесь же я опять же и надеюсь, что раз предприятия становится меньше, то им понадобится больше бухгалтеров. То есть, когда 100 человек работает на одном предприятии, то там одна бухгалтерия и один главный бухгалтер. А когда это, допустим, уже 50 предприятий по 2 человека или 25 предприятий по 4 человека, то там из 4 хотя бы один должен быть бухгалтером. Понимаете? Поэтому люди будут переходить из налоговых инспекций в бухгалтерию раз, а бухгалтеры будут жить не за счет того, что законодатель слишком запутанная, и на одном предприятии должно быть куча бухгалтеров. А за счет того, что больше станет самих предприятий в результате дробления. И будут думать не как бы то, как успеть за законодательством, оно станет более-менее стабильным постепенно, а вглубь, как это в цивилизованных странах, с учетом специфики данного предприятия, с учетом специфики данной отрасли. То есть, у них работа останется. Ну, а проверяющие при единологии что будут проверять? Если будут разные ставки для разных видов деятельности, то будут проверять виды деятельности, какая-то работа для них останется. В любом случае, не стоит в качестве самоцелью сохранить занятость проверяющих. И к тому же, если не будет у них дополнительных доходов, то их будет меньше, но зарплата у них должна расти. Опять одно к одному. Чем 10 проверяющих при сложной системе, у которых зарплата 2 тысячи, останется один, но ему можно будет платить 20 тысяч. Понятно. Спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, у нас в гостях был советник премьер-министра Украины, заслуженный экономист Украины Александр Кирш. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова